всех приветствую сегодняшний ролик я хотел поговорить о заказчике-исполнителе такая тема вы знаете мои видео всегда не пустые их в общем-то за это не любят потому что я призываю к деятельной жизни и все о чем я говорю это истина почему потому что это вокруг нас истина то что есть это все можно пощупать все видно вокруг нас в любом формате в любых структурах социальных средах обществах мировоззрениях взглядах и самой жизни посредственно человека на этой земле вот заказчика-исполнитель знаете у многих людей у большинства людей даже легиозных есть такое самообманчивое убеждение что они могут творить дела беззакония чужими руками может быть даже ближнего и оставаться при этом с белыми ручками это самообман каждый пожмет то что он сеял и неважно какими средствами методами до косвенно или прямо он творил беззакония обратимся как обычные люди и как христиане к двум моментам нашей жизни первое закон государственные законы если вы поинтересуетесь этим то в уголовном праве практически я думаю я почему так говорю потому что я просто не изучил все уголовные законы и кодексы всех сторон мира но я убежден что это так это конечно можно было перепроверить но это огромный труд бессмысленные с одной стороны я думаю что тот кто будет смотреть ролик и в какой бы стране он не жил узнав закон хотя бы своей стороны он убедиться в том что заказчик и исполнитель злодеяния преступления как это государством и так скажем жизненно мирском языке говорится они судятся по одной статье сегодня мы возьмем одно из самых величайших злодеяний человечества это убийство предумышленное убийство потому что естественно заказное убийство она не может быть непредумышленным если убийство самим человеком который делает это без заказа действительно может быть вообще случайно всякое в жизни бывает бывает даже дети играются один могут другого толкнуть и ребенок может погибнуть да при какой-то просто стечении обстоятельств случайности да так скажем и не не приду не предумышленности сесть на ребенок там играясь толкая кого-то купаясь там догоняя кого-то да или там вместе они что-то делают и вот может быть даже какие-то взрывчатки все знают кто проходил детство особенно у мальчиков она всегда удивительно что вообще дети доживают там до юношеского даже возраста не говоря уже взрослый о взрослом возрасте с теми с теми экспериментами жизни которые дети на себе так скажем ставят действительно так я вспоминаю мои души или друг друга и делали кто помнит эти усыпления там какие-то чё только не делали господи помимо как ты сохраняешь нас от всех этих превратностей судьбы и вот действительно есть когда человек это сам является исполнителем какого-то зла по сути зло конечно не стоит не перестает быть злом если даже она совершена случайно но действительно зло совершенное случайно она имеет себе оправдание и уж точно заслуживает там минимального наказания возможно даже и простого самого настоящего простого человеческого прощения бывает что человек это конечно же двое даже алкашей бухающих на кухне или злой муж какой-то любящий побить свою жену но все равно не желающие есть смерти не хотящий убить но в порыве гнева каких-то обстоятельств да действительно как бытовые там убийства да такое может быть да как бы он не желает он не планировал это убийство да он там алкоголик или муж дебошир но не подрасчитал и в порыве гнева все-таки бил билда забил до смерти да это уже конечно убийство в любом случае хоть она и не предумышленная но она все-таки имеет под собой основание уже что человек в принципе предрасположен к нему до всех до этого бил возьмите действительно там уже законченных алкоголев которые целыми днями там они у них пьянка без драки не проходит да и конечно же то что в один прекрасных дней она дошла до поножовщины в этом нет ничего удивительным я все не буду придумывать эти и придумывать и описывать вам да придумал в том плане что я не могу личным опытом поделиться и вынужден вспоминать или имитировать какие-то ситуации есть более безобидный я могу еще вспомнить конечно такую категорию защита жизни все равно собственный да как называется сама самооборона да вот то есть действительно в принципе я вы знаете против патриотизм против войны но в том плане что человек мог защищаться даже не желая убить человека но и не желать не желая умереть да вот но врага свою по заповеди божий по сути бытия он не хочет убить но все-таки да он отбивавшись мог мог отбить так у него но что в него как не там вылетел до обратный ли он сам на него напоролся ну что-то может быть такой да или они боролись он пытался держать этот нож пытался вот себя отдавить но как-то так в кувырках получилось он даже сам на него налетел этот убийцы или неважно кто он там да это какой-то друг знакомый зафанатевший или просто какой-то как говорят гастролерный грабитель до зашедший в дом всякое может быть да то есть вот вам пожалуйста группы игру непредумышленных убийств конечно люди которые с опытом каких-то оперов там и я не знаю как называются профессии все расследовали вам бы рассказали все по полочкам разложили какие в жизни но мы с вами сегодня будем говорить конечно же как я и сказал заказчик-исполнитель в контексте предумышленного убийства и если человек конечно же сам он тоже может реально от моего с вами разбираем крайнюю степень человек реально замыслил убить мы вспоминаем что с вами как религиозный как мы религиозным месте не отношу давайте все таки как люди к людям знающим библию возможно исповедующих христианами возможно называющих христианами а дай бог и по делам своей жизни поступках являющимися такими вспоминаем историю кайна и авеля первого убийства человеком человека это было предумышленное убийство он задумал убить своего брата ревность зависть обычная злоба не важно очень любят там большие проповеди хватит на тема сам факт мы видим что и какая бы ни была эта причина там пытается каждый проповедник блеснуть умом суть одна это была неадекватная причина в принципе убийств вообще нет причины да уж тем более искать какую-то адекватно когда естественно то видим по ситуации что ты навели не грозил ничем кайну да никакой угрозы для нее представлял то есть кайна действительно из-за своей похоти за своей злобой зависти не на сайт черноты одним словом осна словом скажем темноты темы в своем сердце задумывает да предумышленное пред он умыслил это перед тем с тем как совершил это поступок как совершил от убийства мы видим даже как бог стучится в его сердце и говорит что-то задумал не грех ли влечет тебя если он двери да но ты противостое ему и кайна убивает авеля вот вам предумышленное убийство но это предумышленное убийство и задумано и совершено одним человеком и он в единственном лице и судится естественно мы всегда нормальные люди осуждают поступок такого человека злодеяния в чем его злодейство причинение боли и страданий и даже лишение жизни живого чувствующего существа в частности человека с кайным авелем образом подобие самого бога творца конечно же мы все это осуждаем но есть другая категория человечество докатилась до того в когда их стало много после адама с евой кайны авеля до хотелось до того что мы можем делать вид что мы белые пушистые у нас чистые ручки но мы творим беззаконие более того мы еще фантазируем и иллюзионируем о себе что мы невиновны мы без греха это конечно же иллюзия самообман которые приведут человека к печальным последствиям его жизни как люди не допустим каких религиозные верующие святые это могут быть совсем разные области человечества и статусы и действительно по жизни человека может быть религиозным да и далеко быть от веры можно быть верующим далеко быть от святости но я образно говорю для тех кто конечно знает писание библию в частности рассмотрим еще раз каким в группе первое это законы человеческие обширную более хочу публику охватить поговорить для людей которые я говорю себя там с христианством с библии с иудаизмом так часть библии с исламом с мусульманством потому что тоже пересказанная библия не оппозиционирует и вот мы видим в любом законе любой страны если вы не знали об этом то я вам сегодня это рассказываю может сами в детстве кстати вам не буду показывать все это доказывать вы все можете сами обратиться я вам говорю то что есть и это правда и вы можете ее отследить и проверить заказчик и исполнитель будем прямо уже говорить о самом страшном грехе грехе предумышленного убийства то есть крайней степени греха это лишение кого-то жизни против человека или любого другого живого существа на земле можно творить много беззаконий обманывать обкравдывать насиловать грабить да но самое страшное вообще решить прекратить жизнь этого человека и вот в закон любой страны все раз поправку повторюсь заказчик и исполнитель убийства какого-либо человека судится по одной статье кому-то может быть пока показаться удивительным и более того почему-то я тоже свое время думал но это знаете около церковной басни байки так этого тоже около законного байки около уголовной байки что заказчик даже получает больше и может быть нам бы хотелось бы так некоторым да и может быть это даже и правильно с одной стороны и сегодня мы разберем что я даже считаю что это как бы правильно но по факту по крайней мере в вот законодательном правовом пространстве так называемый и в практике этого уголовных всех этих дел преступлений потом этих дел судов и так далее я не знаю как за все страны еще раз повторюсь не могу сказать но в частности я почитал немного особенно по крайней мере русские в россии как это да творится все то вы можете у каждой про свою страну если хотите в комментариях написать если вы что-то знаете какие-нибудь информации какой-то информации обладаете то в россии по крайней мере заказчик и исполнитель судится по одной статье там нет в уголовном кодексе деление уголовного кодекса для заказчиков уголовного кодекса для исполнителя и даже внутри статьи не идет отделение статья 1 предумышленное убийство заказчик исполнитель на одной скамье подсудимых судится за убийство человека или любого другого живого существа а вот сроки они могут получить разные но опять же при всем этом почитав посмотрев понаблюдав в интернете в реальной жизни кто где может до за этой практикой мы убедимся что цифры на самом деле не сильно разнятся если если исполнителю дают 15 лет за предумышленное убийство то заказчику либо дать эти же самые 15 максимуму поднимают там мог дать 16 17 лет если там исполнитель может получить там и 25 за какой-то более изуверское зверское убийство или может быть даже это групповое там естественно уже есть подразделение неважно то опять если даже если исполнитель получает 25 то и заказчик получаются очередь 25 может быть чуть больше но это не сильная разница год или два тем более такого срока это не от года года от 15 или 25 лет вот вам пожалуйста во-первых я хотел бы развить этот миф так на всякий случай кто-то тоже я когда тоже так что-то слышал где-то думал не заказчик исполнитель судится по одной статье сажаются они в тюрьму за решетку по одной статье единственно не мог получить разные сроки но на самом деле с небольшой разницы вот вам пожалуйста каково мира мировоззрение людей даже там как это истов неверующих к разным принадлежащим религиозным сектам конфессии направлением просто мировоззрением социальным строям социальным уровнем до в человеком национальности то есть я говорю я убежден что в какой бы стране вы не жили вы столкнетесь с тем же самым да и все это будет очень подобно это сидит самом человеке заметьте как это это все люди узаконили да и теперь я хочу после этого еще при двух или трех свидетелях истины всякое слое конечно же хотел сказать слово свое для христиан вот если мы с вами вспомним евангелие от она у него есть такая некая подробность которая сегодня нам очень будет интересно конечно же это подробность из истории жизни иисуса христа обращаемся мы сегодня к одному из самых печальнейших естественно в контексте сегодняшнего разговора событий это суда суда бичевания и убийства иисуса христа через распятие на кресте давайте посмотрим немного побольше давайте начнем с 18 главы серединочки вы помните что сначала идет суд у первосвященника иисус уже тогда незаконно судят за богохульство за то что он делает себя равным богом богу да якобы за кучи грехов которых он не совершал на самом деле то что он там призывал и свержнуть власть и хотел стать кесарем естественно иисус этого никогда не хотел и вы помните после суда у первосвященников эти же первосвященники отправляет иисуса к пилату пилат это был на данный момент поставленный местный правитель вместо одного из умерших сына ирода великого того самого ирода который во время рождества я на крестителе иисуса христа убивал этих младенцев дам думаю что родился царь иудейский у него было много детей в частности четверо взяли власть над иудеи разделили на четыре части поэтому названы четвероластиком когда один из сынов тоже был умер и на его место стали уже поставляться правители из рима хотя помимо этого еще правили три сына ирода великого и давайте мы с вами все это прочитаем было утро и они вошли в приторию чтобы не оскверняться но чтобы можно было есть пасху пилат вышел к ним и сказал то есть мы видим с вами священники первосвященники все эти беззаконники члены синдриона отдают иисуса предают иисуса на суд понтию пилата у самого понтия пилата не было никаких претензий к иисусу он его судил лишь потому не по римскому хотенью да не потому что кто-то из римским граждан на него пожаловался на иисуса христа не потому что воины его схватили за что-то и привели на суд пилата нет пилату на суд предают его же народ в частности его главари я бы сказал головорезы на самом деле это первосвященники все вот эти все в белых держачках белых мантиях да у пилата есть претензий к иисуса нет а у них есть в чем вы обвиняете этого человека спрашивает пилат они сказали в ответ если бы он не был злодей мы бы не предали его тебе пилат сказал возьмите его вы и по закону вашему судить его иудеи сказали ему нам не позволено предавать смерти никого да сбудется слова иисусова которое сказал он давай разуметь какой смертью он умрет тогда пилат опять вошел в приторию и призвал иисуса и сказал ему ты царь иудейский иисус отвечал ему от себя ли ты говоришь это или другие сказали тебе обо мне пилат отвечал разве я иудей твой народ и первосвященники предали тебя мне что-то сделал иисус отвечал царство моё не от этого мира если бы от этого мира было царство моё то служители мои подвязались бы за меня чтобы я не был предан иудеям но ныне царство моё не отсюда пилат сказал ему и так ты царь иисус отвечал ты говоришь что я царь я нато родился и нато пришел в мир чтобы свидетельствовать об истине всякий кто от истины слышит мой голос пилат сказал ему что есть истина и сказав это опять вышел к иудеям и сказал им я никакой вины не нахожу в нем если же есть же у вас обычай чтобы я одного отпускал вам на пасху хотите ли отпущу вам царя иудейского тогда опять закричали все говоря не его а ворову вора ваша был разбойник 19 глава тогда пилат взял иисуса и велел бить его за что пилат велел бить иисуса то есть он сдается уже я сегодня конечно не буду на эту тему я могу много говорить давайте о кое-что упущу у кого и желание послушать более пространные мои комментарии на евангелие я всех сюда приглашаю на свой канал христолюб веган библия и иные писания чтение библии и иных писаний там вы сможете найти целиком мною прочтенную библию с моими комментариями поэтому я упущу а то сейчас разойдусь и войны сплетший венец из терна возложили ему на голову и одели его в багреницу и говорили радуйся царь иудейский и били его по щекам пилат опять вышел и сказал им вот я выхожу вывожу его к вам чтобы вы знали что я не нахожу в нем никакой вины тогда вышел иисус тернов венце и в багренице и сказал им пилат вот человек они бог когда же увидели его первосвященники служитель то закрещали распни распни его убей пилат говорит им возьмите его вы и распните ибо я не нахожу в нем никакой вины иудеи отвечали ему мы имеем закон и по закону нашему он должен умереть потому что сделал себя сыном божьим пилат услышав это слово больше убоялся опять вошел в приторию и сказала иисусу откуда ты но иисус не дал ему ответа пилат говорит ему мне ли не отвечаешь не знаешь ли что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя иисус отвечал ты не имел бы надо мной никакой власти если бы не было дано тебе свыше поэтому внимание вот теперь на эти слова я хочу обратить ваше пристальное внимание поэтому потому более греха на том кто предал меня тебе с того времени пилат искал отпустить его иудеи же кричали если отпустишь его ты не друг кесаре всякие делаешь себя царем противник кесаре пилат услышал это слово вывел вон иисуса и сел на судилище на место называемым лифо стротон а по-еврейски гавафа тогда была пятница перед пасхой и шел час шестой и сказал пилат иудеям вот царь ваш но они закричали возьми возьми распни его пилат говорит им царя царя ли вашего распнул первосвященники отвечали нет у нас царя кроме кесаря тогда наконец он им он предал его им на распятие и взял ли иисуса и повели ну что ж всем вам знакомый эпизод я еще раз обращаю внимание на слова иисуса пилату то есть мы видим с вами цепочку алчные жадные похотливые властолюбивые тщеславные злые члены синодриона главы учителя еврейского народа иудейского и сам этот народ придают иисуса абсолютно невинного человека которому им нечем вменить они придают его на суд некому пилату до гос гос человеку государства представляющим закон такой государстве и просит его не судить на самом деле а сразу казнить для них суд это формальность просто скажи слово у пилата есть что-нибудь против этого человека ну как я как христианин исповедую бога явившийся во плоти абсолютно без греха абсолютно совершенного нет нет у воинов по идее римских есть чем против иисус тоже нет помимо того что они просто злодеи им просто хочется крови что отвечает иисус пилату более греха на том кто предал меня тебе пусть на пилате конечно же грех он сам засвидетельствовал себе что ему дана власть отпустить его либо осудить он говорит так как ты осуждаешь тебе дана это вот именно власть как ты распорядишься истина ты сам сколько мы с вами прочитали три раза а хочется хоть десять раз сказал что ты не видишь в нем вины ты публично это сказал мало тоже понятно ты его не сам вызвал на суд ты не твои войны поймали в каком-либо преступлении тебе привели его на суд с неким делом якобы беззаконным ты исследовал и не видишь никакой вины ты сколько раз говоришь об этом вслух публично и при этом казнишь его дважды сначала отдаешь на бичевание это наказание с 50 процентным летальным исходом от побоев потом ты отдаешь его на распятие пилат не сам это делает это делают его войны в принципе даже не пилат его так скажем осуждает он поддается давлению на себя из-за страха страха здоровье потерять свое по разным причинам я думаю вы понимаете о чем я говорю и даже самой жизни ему прямо намекнули что твой так называемый бунт против нас главарей иудейских иудейского народа дойдет до кесаря а там посмотрит что будет он из-за страха за свою шкуру отступает от истины от любви от добра цвета и погружается во тьму иисус говорит что ты не виновен нет ты виновен но более греха на том кто явился источником этого греха вы знаете иисус есть бог вишься во плоти иисус говорил такую фразу отец более меня отец небесный якобы бог да как мы все тоже любим говорить это тоже самое иисус отец сына отец и дух святой это все одно и то же это один бог господь творец и создатель по образу и подобию которыми все с вами созданы почему иисус так сказал что отец более меня есть просто потому что он начал словом отец всегда означает начал дух святой конечная цель то есть с каким намерением ты идешь какой дух у тебя сын это слово логос это тот путь та жизнь которая исходит из те поступки расход человеке образуя чередуя его и его маленьких всех этих поступков сладуешься в общем его жизнь это есть слово это есть жизнь это есть иисус здесь тоже самое в принципе они виновны одинаково виновен и тот кто предал отец и сын одно сам иисус я отец одно но отец более меня есть здесь тоже сам можем прочитать слова иисуса да вы а вы будете судиться по одинаковой статье убийство преднамеренное убийство невинного человека я добавляю уже невинного такого статьи нет есть просто убийство человека да это вы решили в чем-то там обвинить его у вас одинаковая статья его одинаково будете по ней вкушать плоды своих дел но естественно более греха начался этот грех с тех кто явился его источником вот эти вот все головорезы первосвященники якобы святоши по закону моисея отсюда мы делаем вывод вот вам пожалуйста два варианта я вам сегодня бросал людей всех национальных всех государств которые в любое государство входят разные национальности люди разных национальностей разных мировоззрений возрастов как я уже сказал социальных политических разных статусов и так далее да и закону снова всегда один вот вам закон жизни исполнители заказчик всегда судится по одной статье и получает практически одинаковое наказание и более того заказчик является большим виновником того кто это делает это касается любого греха абсолютно я конечно же хочу сегодня массово сказать но особо внимание как вы знаете как веган обратить и на тему убийства беззащитных животных конечно же тема это касается абсолютно любой это крайне тема убийства это неважно какого зла источником вы являетесь это может быть даже слово оскорбление это ложь и клевета вы проплачиваете какие-нибудь до сми там блогеров нанимаете журналистов горе писатели да лишь бы кого-то очернить оскорбить унизить до извратить правду это абсолютно неважно любое зло обворовать вы воруете сами да попускаете воровство при вашем содействии на происходит вы нанимаете кого-то воровать булки или миллионы долларов через какие-нибудь там счета это абсолютно неважно любой грех если вы кому-то грех это причинение зла к кому-либо на земле и неважно кто вы как вы его делаете даже пусть вы якобы внешне в этом не запачканы не замешаны вы в этом виновны это ваша сущность вы это делаете значит отсидит у вас и от того что это не видит внешне где-то там люди все тайное когда-то станет явным и все мы пожмем свое время то что мы сеем ну и в частности закончить я хочу поэтому я хочу что вы думали над своим делами и когда вы думаете что что-то вы делаете таких случаев я сейчас игры не буду вам все приводить вы все знаете и после сегодняшнего ролика возможно я надеюсь задумайтесь на том как я живу во всех вещах это касается не только убийство может быть вы не вас нет такого греха вы никогда никого не сами не убивали не заказывает сейчас мы коснемся отдельно темы животных пусть людей у вас есть такие же подобные грехи да мы очень часто думаем что мы что-то можем делать за счет кого-то в разных сферах абсолютно ну закончить я хочу как веган убийством беззащитных животных тоже не неважно ради чего ради похоти брюха вашего ненасытного да ради кожицы вашей которую хотите красиво и тепло якобы окутать там убив животное содрав с него шкуру эту шкуру нацепив на себя это якобы вы хотите себе здоровья и красоты ради там экспериментов до медицина над животными неважно вы хотите радоваться в цирке якобы радоваться улыбаться в виде животных каких-то замученных я правда не понимаю какая там радость во всех тех зоопарках ради охоты вы просто убиваете охота само ужасное слово не просто охота охота она вообще никому не нужна в современной мире охотники это вообще самые дебилуиды какие только можно придумать на земле это люди абсолютно конченые вот в глазах истины нормального человека это абсолютно конченый человек охотник от слова охоты ему просто охота это просто похоть в мире религии людей верующих есть такое слово которого они стараются пугаться даже пугаются не стараются от него от этой страсти якобы символизирующий избавиться у меня похоть чего-то страсть вот охота охотники им просто охланируют просто то что им просто охота убить просто убить жажда убийства ничего за ними стоит современному человеку сейчас ничего не нужно ни еда это дикое так скажем животное убитое не одежда с него взятая ничего ничего вообще ровным счетом он просто идет убивать ему нравится убивать я охотник я люблю убивать это конченые люди я в своем окружении вообще никогда не имел охотников и я даже до покаяния когда встречал таких игр его зачем это нам сейчас я с такими даже я общаться никогда не общался кто знает весь ролик охота на этом же канале это да когда мне якобы религиозники написали что них пастырь охотник который со мной общались на меня чуть ли не боготворили тоже я когда я все это высказал я игра учебу творите а вы как что это за пастырь вас и вы молчите в эту секту ходите еще десятины выносите да его надо в чан помойный с дерьмом засунуть и оставить его без всякого внимания пусть он свою блевотину поезд и тогда может у него что-то встанет это вообще недостойный человек не то что там христианин называться человек просто недостойный у него в слове человек отсутствует все буквы а уж про пастырство это образ иисуса христа сам перед вами стоит это ублюдок ублюдок достойный только такого отношения вот и все его конечно никто я не призываю таких убивать но это ублюдки это недостойные люди это моральные уроды просто убивать ради похоти это вообще даже не чрево вообще непонятно чего вообще непонятно чего он просто идет и вот он что он видит живое существо от него ему ничего не надо ладно хоть ради брюха пожрать они даже не ради жратва они многих не едят потом отдают просто идут убивать и и вот по поводу похоти чрева если вы не отказались от потребления трупов убитых живых существ потребление там продуктов животного происхождения которые добывают столько путем страданий и жестокой и безжалостной просто эксплуатации этих живых существ все животные продукты которые вы видите на прилавках они получены ужасным способом если вы окунетесь в этот миру все поймете и вот когда вы думаете что вы это делаете не своими ручками то это очень печально меня печалят даже знаете вот кто вокруг меня стал тоже каяться в этих грехах по моим призывам к деятельности той жизни потому что без нее вы никуда не войдете вот эти вот мечтатели о вхождении к иисусу в небесное царство любви творящие беззаконие целыми днями направо и налево это фантазеры которые которых иисус прямо говорил вы обманетесь вы обманетесь и потеряете даже то что вы думаете о себе что вы имеете и и отнимется то что вы о себе фантазировать что имеете вот когда знаете там детям готовит я сама до веганка но детям готовлю бред бред вы в этом участвуете в этом участвует этот сит в вашем сердце вы это проплачиваете вы опять точно такой же заказчик на котором самый большой грех детям мужем родителям да друзья я нет ну там друзья приехали да ладно я своим друзьям всем сказал на моей территории нет я пару раз повстречался в этой жизни знаете я за этот период вы знаете у меня был период еще можно сказать в пустыне уходил в пещеру как я говорю потом я вышел я поколесил встретился со всеми своими я одноклассниками встречался и с друзьями детства со всякими со всеми встречался даже некоторым специально кто-то начал мне писать я там кому-то старенько вспоминал я хотел хотел чтобы на нее посмотреть знаете мною когда когда я ушел в покаяние тогда тот как все равно там в религии ударился все шосса поехал я хотел конечно засвидеться что я нормальный человек христианин это не какой-то дебилоид бьющийся лбом об потолок стену или пол храма нет это святой человек святой он потому что он добрый и не творит зло зла никому никакому живому существу да он говорит правду и истину и это правда истина неприятно людям да он может встать перед обидчиком и обижаемым защитив его грудью или спиной но сам он никакого зла не делал это кому-то мог может показаться злом да когда святой человек говорит правдам когда становится на защиту словом или делом я говорю подставив спину или грудь между ними вот но это не зло это самое настоящее добро и любовь и я как бы с краю нет и не с краю зачастую вся косвенность если мы правильно рассмотрим все ситуации о которых мы сегодня говорили то мы не косвенно участвуем мы источником этого являемся это все в вашем сердце это все в вашем сердце это ваша внутренность абсолютно более того это еще худший человек действительно это не зря иисус сказал ведь знаете ведь бог же никого не будет судить мы тот кто мы есть чему если ускал что на них более греха они более черные они сами такие пилату не надо было это он не хотел мы видим что он все-таки пытался найти истину да он пытался его искал его оправдать хотел наверняка понятное дело мы не знаем его всю жизнь но понятно как люди какие правители они все такие все они по уши в крови на самом деле но в данном случае с иисусом и увидим в принципе в таком положительном контексте он пытается конечно что-то сделать да он сдается в концовке в господство тьмы но хотя бы пытался а те люди это это и есть из источники есть и заказчики в которых есть эта чернота и они уже и и выплескивают у пилата была возможность поставить барьер или пропустить дальше эту тьму он это конечно к сожалению не сделал того что должен был сделать настоящий человек встать на сторону света но те и есть тьма вот заказчики есть тьма это очень важно понять своей жизни очень важно свою жизнь проанализировать и изменить свою жизнь изменить и сделайте ее святой и перестать быть участником зла не только прямо но и как я говорю косвенно вот на самом деле не косвенно а так скажем за кадром являясь его самым настоящим источник вот такие у меня сегодня мысли я хочу чтобы до вас они дошли имеющие уши да услышат чтобы вы проанализировали свою жизнь и ее изменили как бы это вам тяжело не казалось страшно или боязно господь сказал конечно же что все идущие путем истины будут страдать но при этом иисус всегда говорил что они при этом будет и блаженна вы знаете блаженна чистое сердце а знаете почему в одном слове все это в одном тезисе в одном все это совмещается потому что святая жизнь и делает человека абсолютно счастливым несмотря на всю внешнюю тьму которая на него ополчается обрушивается святая же сама святая жизнь чистота сердца чистота души она делает человека даже в этом мир лежащем возле абсолютно счастливым а Продолжение следует...